Огромный всем привет! 57 рубрика Best Replays, с вами Баниур, Аспирант, Гудгейм и Святые Апостолы Варкрафта. Все здесь. Кстати, вернулся я из Москвы, где вел свадьбу, на которой присутствовал один из зрителей моих стримов по Варкрафту, каких-то незапамятных замшелых времен. Ну и, в принципе, свадьба была у ребят, которые являются зрителями моих трансляций. Это очень приятно. Вика, Витя, огромного вам еще раз привет! Ну, хотя, вряд ли вы это услышите, потому что Варкрафт, скорее, не ваше прерогатива. Ладно, давайте поблагодарим, как обычно, тех, кто поддержал рубрику. В прошлый раз список донатов не был выложен по техническим причинам. Ну, а сейчас мы исправляем эту ситуацию. Нашу оплошность. Убитый 666 рублей, если можно, хотел посмотреть ролики с участием Майкера, Хота и Дедмана. Ну, по поводу Майкера, мне довольно трудно комментировать ролики по PUBG, а все золотые игры у Майкера остались именно в этой дисциплине. Что касается Хота и Дедмана, безусловно, у них есть какие-то невероятные реплеи, золотая коллекция, так называемые Масси Демки, но, честно говоря, пока нами они не найдены. Если найдешь, присылай с удовольствием от комментирования. Александр Алексеевич, 500 рублей закинул. Люблю вас, парни, спасибо за Best Replace. Да и мы тебя, конечно, любим. Welcome, всегда рады видеть. Dark Elf, 777, 200 рублей. Привет, Бонич, спасибо за ваш труд, всегда с удовольствием смотрю Best Replace. Продолжайте в том же духе. Спасибо, рады стараться. Разрешите продолжать в том же духе. Dark Fax, 144 рубля. Это цифра, которая символизирует, судя по всему, какое-то очень низкое разрешение на мобильном телефоне, на котором он нас смотрит, возможно, не знаю. Я хоть и не играю в ВЦ, но приятно смотреть и весело. Dark Fax, Dark Fax, блин, ну что ж вы делаете со мной, ё-моё. Dark Fax, Dark Fax, Dark Fax, да, Dark Fax, наверное, так. Мр-мр-мр, удачи, здоровья и счастья. Я в глаза ловлюсь уже, просто не могу буквы распознать русские. Но вот это Мр-мр-мр явно выдает в человеке поклонников стримов Кариночки. The Best Propal. Точно Чех, я уверен в этом. Практически на 100%. 100 рублей закинул. Бонич, ты красавчик, продолжай в том же духе. Очень приятно прийти с работы и посмотреть забавные каточки в твоём комментировании. Слушай, Нытиков, всё отлично, всё в порядке, рубрика супер. Спасибо большое, Нытиков, выгнор. И зритель Алексей просто так швырнул нам в лицо 100-рублёвой смятой купюрой. И говорит, давайте, челядь, развлекайте меня. Спасибо, Лёх, большое. Челядь сейчас приступает к работе. Ну что, погнали, ребят. Смотрим отличную демку. В этот раз в исполнении профессионалов век 2010 схолеснулись на турнире. Ребята, которых вы сейчас увидите на экране. А это никто иной, как старина Тет, который будет сейчас противостоять ремайнду на карте Secret Valley. Самое что ни на есть цвет, элита и варкрафтеры экстра-класса на одном из престижнейших турниров. Не век, вем. Да, их разных много было на ве. Состязаний и веги, и вемы, и шмемы, и вельки. И велики. Вот. Ну, в общем, ребята, сейчас мы будем наблюдать прям вот самую что ни на есть ажурный, ювелирный варкрафт. Давайте же насладимся. Вот Али Тет играет за андетов, как он всегда это и делал. Ну, и ремайнд представляет эльфов, синекожих, остроухих, очень пронырливых ребят, которые переломили исход сражения нежити, точнее сил легиона, вторгшихся на Азерот, Калимдора, вообще в мир людей. Такие дела. Ну, это я про сюжетную кампанию ВС-3 классическую, то, что там происходит в Вове-то, я уже давным-давно и безнадежно отстал. Ну, зато не отстает ремайнд, он собирается покрепиться с бараком, с барараком. Варденочка. Ремайнд очень любит варденку. Да вообще все нормальные, вменяемые эльфы любят варденку. Ну, варденка это, конечно, это такое, что-то, знаете, ловкая, быстрая такая заноза в андетской заднице, которая будет регулярно, я уверен, харасить околитов, доставать своим бесконечным блинком и ножами андетских юнитов. И вообще герой очень жесткий в плане дэмэджа, дэмэдж дилер, она потрясающая. Она и с руки наваливает нехило, и у нее очень жесткие заклинания. Но есть, конечно же, одна очевидная слабость. Варденка не выдерживает урона. Она очень хлипкая сама по себе, поэтому прокачанные андетские герои могут легко просто приплющить ее к земле. Койл новый. В общем, матчи эльф андет под Варей всегда развивались примерно по одному и тому же сценарию. Эльф ставил экспант, дальше пытался харасить варденка, андет качался и выходил в какую-то жесткую атаку, в которой либо уничтожал, либо нет. Цирклет у Деканска вступили в бой. Ну, а Варя, естественно, мешала андету построить нормальный лимит. То есть, здесь, в принципе, в этом матчапе почти на всех картах ситуация очень похожа на матчап Хумен против андета, когда одна сторона, а именно в данном случае эльф, будет наверняка ставить экспант. А андет, у андета будет определенный тайминг, определенный период времени, когда он сможет провести атаку на него. Ну, и тут дальше успеет эльф отбиться, не успеет эльф отбиться, успеет построить контру достаточную, не успеет, ну и так далее. Как будут прокачаны герои, в общем, все это будет. Ну, а сейчас такое, тоже весьма характерное прибытие андета с дружеским визитом на базу эльфа со вторым левелом, с аурой, с кайлом. Ну, и единственным слабым звеном в этой композиции, кстати, является ДК, который сам себя лечить кайлом не может. Я уже в каком-то из выпусков предлагал Близзардам выпустить новый патч, в котором ДК будет подбрасывать свою соплю вверх и сам же ее ловить. Это было бы весьма интересно. Теряет гульку. Варя очень битая, но нет маны на койл. Кошка меня тоже харасит, но здесь без вариантов. Догнать Варю нереально. Висп на разведочке. Андетт, кстати, еще не запустил Тир-2. Варя нажимает телепорт. Кошка отваливает от меня. Телепорт, выдувает последний колодец. И тут ДК начинает встревать, поскольку Гуля прорывается Корчан. За ДК увязывается немножечко отхилившийся Вар ДНК и пытается его каким-то образом. Кстати, да, это же Бест Реплей. Здесь не будет ничего абсолютно стандартного. Хантерс Холл. Погоня. Четыре коня. Гули пытаются сгрызть Мэйн, но это вряд ли им удастся. Сейчас тут Арча, Вар ДНК всем объяснят. Колодцы немножко заполнились. Я не совсем понимаю. У нее получается, да, у нее... Можно спрятаться, кстати. Здесь просветочка. Варя выдувает колодец. Да, у нее блинг и нож. Именно поэтому, конечно, от Гули отбиваться посложнее. Были бы ножи и блинг. Все было бы гораздо проще. Да, АТЭД просто с двух склепов рашит Гулями. Я как-то заболтался. Я не увидел эту стратегию УДА. Никакого, никаких вообще технологий. Я пока вам рассказывал про технологии, про экспанды, про макроигры. Здесь ничего такого не будет. Здесь будет жесткая, стремительная борьба. Тед просто решил пробрить Эльфа во время Грейда на Тер-2 с Гулямия с двух бараков. Эльф это уже давным-давно понял. Там Висп был на разведке. Он до сих пор висит на базе Андеда. Ну и... Ну это, конечно, жестко. Есть уже Панда. Сейчас будет полегче немножечко. И появились банки лечения. Поэтому с Пандой, конечно, попроще будет немножко отбиваться. Но новые Гули подходят. И сейчас можно попробовать окружить героев. 40 лимита у Андеда в Саплай Блок. Но там уже Гулей целое стадо, блин. Долбанный выводок вообще. И Гули по-прежнему будут лезть сейчас на мейн. Там сзади строится протектор. Они уже достроились. Естественно, как же еще Эльфу отбиваться здесь. Хантрис Холланд успел все-таки возвести. В надежде поставить лорки. Ой, окружение Панды. Есть стафф? У Панды точно нет. Купила ли Варя? Хороший вопрос. Нет. У Варя, судя по всему, тоже стаффа нет. И ячменный колос погибает. Хотя вы знаете, что ячменный колос невозможно убить. Ячменный колос будет жить всегда. И доводить некоторых представителей населения России до скотского состояния. Ну, вы понимаете, о каком ячменном колосе идет речь. Да, неплохо было бы, конечно, Мишку с Реджувом. Неплохо было бы хотя бы с Реджувом. Понимаете, что я не говорю про Мишек в форме. Но эти прокси здания обнаруживаются. Отмена первой лорницы. Хантерс Холл надо сгрызть обязательно. Это, конечно, очень сильно разрушит эльфу тайминги. Ну, а что делать было Ремайнду? Не на своей же базе строить здание. Но Тед принимает другое решение. Что он увидел? Что он понял? Я не знаю. Просто бежит. Стримглав понесся на базу врага. И Панда экстренно качается. Что без третьей панды отбиваться будет тяжело. Третьего левела ДК. Гульки, конечно, получают люлей по полной программе. Тут, кажется, вторая аура взята на третьем левеле. Для того, чтобы Гули быстрее бегали. Лучше окружать. Лучше регениться. И, в принципе, малохольную Гулю можно вылечить и первым Кайлом. Так, попытка каким-то образом прогнать ДК. С мейна. На тир-1 Андеду, я напоминаю, просто нечем лечиться. Варя. Затаренная маной. Швыряет еще один нож. И дни ДК сочтены, конечно, здесь. Если у нее осталось маны. Да. ДК погибает. Но вывода Гулей все еще жив. И их прогоняет Панда. Слушайте, как-то эльф отковырялся здесь. Как-то эльф отковырялся. Ну, ремайнд не то, чтобы он всегда... Ой, отличное окружение. Тут блинг же. Тут же есть блинг. Мана хватит на блинг. Панда дышит. Тед понимает, что бесполезно пытаться окружить под Пандой Варио. Здесь как-то Гулей сейвит. Пытается отвести остальных Гулей. У него это даже получается. Тир-2. И пошел Грейт на Тир-3. Короче говоря, раш не прошел. Тед вовремя это понял. По динамике, что не может уничтожить эльфа в одну атаку. И сейчас все-таки начнется макроигра. Немножечко поломанная по таймингам. Но, тем не менее, вполне себе реальная. Третья Варденко. И первая Панда. Это, конечно, слабость эльфа. Гулей экстренно собирает лес. Потому что явно... Нет, это у эльфа, кстати, проблемы с лесом. 62 леса. Ну, эльфу нужно, конечно, восстанавливать сейчас свою экономику. В том числе деревообрабатывающую промышленность. Эльфу нужно обязательно... Все-таки лорницы довыращивать. Потому что ему точно нужны медведи. Ну, дряды ему не особо здесь нужны. Правда, можно, конечно, под дрядками окружать. Или уничтожать ДК будет еще проще. Не окружать, а просто уничтожать. Не давая ему уйти, отваря. А андетт бросается в еще одну... Так, окошко. Андетт бросается в еще одну отчаянную атаку с двумя околитами. Первый из них уже падает. Короче говоря, Тед делал... Тед делал эти грейды не для макроигры. Тед сделал эти грейды для того, чтобы что. Вот не совсем я понимаю, чтобы что. То есть, он, видите, строит до сих пор тир-1 юнитов. Но при этом вышел в тир-3. Но здесь вообще довольно сложно, конечно, что-то осмысливать. Поскольку игра явно идет по нестандартному сюжету. ДК пытается окружить панду. Вторая аура работает прекрасно. Панда на коротеньких ножках все-таки как-то доковыляла до базы. Здесь есть протекторы. Здесь есть лорницы. И, видимо, эту вторую лорницу снова отменяет. Андетт. Очень много его. А где протекторы-то? Е-мое. Еще один протектор строится. Еще один протектор строится. Подождите, у него же были протекторы. Неужели все протекторы погибли? Я как-то даже не обратил на это внимания. Но, видимо, сожрали. Нет протекторов снова у эльфа. Но здесь он должен за счет героев вытаскивать. Здесь нага и застройка. Ну да. Вообще без вариантов. Как бы пытается Тед все-таки решить игру в один присест. Минус финт. Ну, тир-2 точно нужен финдам для закопки. Ну, зачем нужен тир-3? Я пока не понимаю. Арба-наги. Это перебор. Может быть, он возьмет третьего героя. Какой-нибудь леча с арбой все-таки в итоге. Зачем нужен тир-3? Если ты рашишь. Ну, Теду виднее, конечно. Колодцы закончились у эльфа. Конечно, плачевное положение. Сейчас у Остроухова панда получает каким-то образом второй левел. Магаз в глубине базы позволяет хоть как-то затариться на свитках, на стаффе выживать. Гули уже все закончились. Финды вовсю начинают орудовать. Рейнджовая атака и все такое. Панда отпыхивается дыханиями. Финк сейчас один умрет. Или его подхилят? Нет, кажется, он сложился. Здесь дриады. Пара дриад буквально. Две лорки достроились. Конечно, очень нужен медведь с реджувом. Просто катастрофически не хватает его эльфу. Варя каким-то образом умудряется выживать на чудесах. Креативе и бешеном микро. И уже какой финк там пал в бою. Где же Кайлы ДК? Где Кайлы? А Кайлов нет. Маны нет. Вот это, конечно, Тет, наверное, не учел. Нужно было ему затариться банкой маны, потому что он реально здесь все растерял. Достроился, конечно, один достроился Зигурат. Но как же ремайн божественно отковыривается от этого раша. Посмотрите, на каких красных героев тащит он эту игру. Второй Зигурат там грегится. Скоро достроится. Лорка упадет. Вот у эльфа остается одна лорка. Конечно, у андеда есть одно весомое преимущество. На его базе нет этого армагеддона. И ресурсы спокойно добываются. Калиты вычинили. Да, ресурсы спокойно добываются. 5000 осталось в руднике. А вот эльфу, конечно, приходится тяжело. Ему тоже сидят виспы в шахте. Но все остальные виспы, они должны разбегаться на дерево добычи куда-то подальше. Потому что безжалостно истребляются андедом. Снова неудачная попытка построить хотя бы какие-то сторожевые дерева. Подперли два финда. Немножечко. Для компании Зигурата начали стрелять. Очень хрупкий баланс. Эта чаша весов постоянно склоняется то в одну, то в другую сторону. Вот вместо мишки вам фонтан животворящий. Ребята побежали. Панда. Тетя Варя с дрессированным медведем сбегали на фонтан. Хлебнули там волшебные водицы. И сейчас фуловые возвращаются назад. Но печально все, конечно, в доме Облонских. Потому что Зигураты уже начинают работать. Зигураты одна из самых мощных. Но может быть и самая мощная. После 2 Скэнн Тауэр, наверное, хуманская вышка в игре. Лупит жестко. Слава богу, отменяется Зигурат. Тут же строится новый проклятая земля. Когда отобьется ремайнд или нет. Это, конечно, вопрос интересный. Очень интересный. Андеду бы здесь еще магазин наколдовать. Чтобы можно было банками маны закупаться. Вот маны критически не хватает, мне кажется, такой армии. Что толку от ДК без Скайлов? Отлично. Ремайнд принимает решение под крепу здесь хватать. Варя вообще бежит на мейн. Ремайнд понял, что в чистом поле, даже на своей базе, отковыряться ему будет крайне тяжело. Но вот подкачать панду на финдах, это всегда приятно. Но кто же будет оборонять базу? Да, ремайнд, конечно, не ожидал такой жесткой, наглой и дерзкой вылазки Андеда. Он, наверное, рассчитывал на игру немножечко другого характера. А тут первый гулераж с двух склепов в тир-1 не получился. Тед вообще нисколько не смутился. Нажал тир-3, подкопил финдов и пришел на гули финда раш номер 2. Заметьте, у него грейд на тир-3, но у него... Я не совсем понимаю, для чего он нужен. Пожалуйста, напишите мне, знатоки, что я, естественно, в Варкрафте в последнее время, все меньше и меньше ориентируюсь, что сам активно не играю. Зачем ему нужен тир-3? Арбы нет. Дестройеров нет. Молочников нет. Вообще никого нет. Там Варри как-то успела агрести так по-жесткому. Блинк. Выхиливаемся и бежим. Ну вот Андед уже добрался до самого сердца эльфийского. Да, здесь, конечно, ремайду не отковыряться. Я не вижу аутов для эльфа. Здесь и магазин построен, все верно. ДК затаренный. И тир-3 уже есть. И экстра... А, Варри там ахалитов нормально нахарасила, кстати. Вы видели? Там почти никого не осталось. Может, вообще всех убило. Ну, чисто на героях. Смотрите, Варька. Большой инвул. Свиток у панды. Панды инвул передали малый. Малый инвул в золотом. И большой инвул в золотом. Такие оскароносные инвулы. Дуависпа несчастных пытаются лес добыть. Ну, не знаю. Мейна у эльфа уже нет. Панда почти третья. Но все это фигня. На мой взгляд, все это полная фигня. Сейчас получит. Нет! Шести экспириенса не хватило. Да, ну и все. А что делать теперь? Там, правда, рудник заканчивается. Может быть, за счет этого можно будет ремайду как-то... Да, у Андетта там еще тысячи четыре голды дополнительных. Он может на эти четыре тысячи просто склепать лимита, сколько ему захочется. Сейчас... Сейчас Андетт увидит все оставшиеся эльфийские здания. Правда, нычка, когда достроится, можно сразу же выкопать дерево. И... Насколько я помню, мы уже с таким сталкивались. Эти деревья как бы становятся армией. И не... Войска вступили в мей... Не демонстрируются врагу, если мейна нет. Короче, положение их не раскрывается. Может быть, это поможет. Но тут реально, посмотрите, целая долбанная орда. О, еще и нейтралы подписались за Андетта. Нычку вовсю мутузят. Ё-моё. Афиндов, ну реально, целая какой-то террариум, ё-моё, развел Андетт. Сюда бы, конечно, Маунт Энджайна с огромным тапком, чтобы он их всех потоптал. Панда под Энвизом, минус все Акалиты, естественно, сейчас будут. Но не знаю, как это поможет. У Андетта слишком многому сейчас просто пойдет и уничтожит. Там еще он нычку поставил. Да-да-да, видите. Экспан, там два Акалита добывают. Голду эльфийскую оставшуюся. На героях такое разрулить крайне сложно. Харасить-то можно, но ничего не сделать, да. А ремайнд написал ГГ и вышел, потому что увидел у Андетта огромное сонмище Финдов. Что ж, это была неплохая игра. Отдадим должное изобретательному рашу ремайнда, учитывая, что дело происходило на турнире. Это соревновательное какой-то день. Это не просто катка в ладере. Надо сказать, что для того, чтобы решиться на подобный раш, нужно, во-первых, обладать довольно большой смелостью в турнире. Во-вторых, нужно его отработать и обладать, конечно, еще и большой находчивостью. Все это есть у ремайнда, да и у ремайда тоже, и у Теда. Ремайнд сопротивлялся как мог. Ремайнд сражался до последнего, но оказался бессилен перед мощным натиском зубов, когтей, мертвых приспешников ДК и его подружки-селедки. Все, друзья, всем спасибо, до новых встреч, спасибо за то, что смотрите, спасибо за то, что поддерживаете. Напоминаю о том, что неплохо было бы вступить в нашу группу ВКонтакте. Там есть множество интересных обсуждений, зал славы, куда попадают абсолютно все, когда-либо поддержавшие нашу рубрику финансово. И топ-5 самых щедрых ребят из зала славы всегда демонстрируются в конце каждого выпуска Best Replace. Ну а так, до новых встреч, друзья. С вами был Баневур, аспирант и сайт goodgame.ru. Не переключайтесь.